Как правильно ездить по городу на велосипеде? Чтобы развеять все догадки, есть установленные правила дорожного движения. Местоположение двухколесного на дороге регулирует один из пунктов правил дорожного движения. Его краткое содержание гласит, если на улице нет велоинфраструктуры или пользоваться ей невозможно, разрешается ехать по правому краю проезжей части. Если невозможно ехать по проезжей части, надо двигаться по обочине. Поездки по тротуару – это крайняя мера на случай, когда невозможно ехать где-либо еще. Если велосипедист на тротуаре мешает или создает опасность для пешеходов, он должен слезть с велосипеда и катить его рядом. Дети до 7 лет, сопровождающие их взрослые, а также люди, которые везут ребенка на детском сидении, должны ехать только по тротуару. Выезжая на тротуар, велосипедистам следует помнить, что есть люди, для которых по разным причинам сам факт присутствия велосипедиста на тротуаре уже огромный стресс и помеха, и пешеход имеет преимущество перед велосипедистом. Велосипедисту старше 14 лет разрешено движение по велопешеходным дорожкам, велодорожкам, а также по полосе для движения велосипедистов. По правой стороне проезжей части разрешено движение только в случаях, если движение по вышеуказанным местам осуществить велосипедисту не предоставляется возможно. По обочине велосипедистам разрешается движение в случае, если по правой стороне проезжей части проехать дорогу не получается или это не предоставляется возможно. Движение по тротуару и по пешеходным дорожкам разрешается только в крайнем случае, если во всех вышеуказанных местах движение велосипедистов не предоставляется возможно. Также езда велосипедистов касается и водителей автотранспорта. По правилам дорожного движения при повороте направо или налево Водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. А велосипедисты должны в свою очередь предупреждать о своих маневрах с помощью жестов. В текущем году уже зарегистрированы случаи дорожно-транспортных происшествий с участниками велосипедистов. Один несовершеннолетний получил травмы.